Продолжение следует... Рыбарь сообщил, что российские войска перешли в атаку на нескольких участках в Кореневском и Суджанском районах. Расскажите, что там происходит в Курской области? Ой, аудиторию хлебом не корми, ей дай выдумывать всякие окружения. Постоянно так происходит. Но в целом контрнаступление российское в Курской области, она действительно идет такими, скажем так, волнами. Потому что предыдущая волна, я бы назвал ее так, она была еще недели 3-4 назад, когда мы видели первую такую массированную контратаку российских сил по левому западному флангу Курского плацдарма. Я не смогу там немножечко продвинуться. Потом была длительная пауза, там длиной где-то 2-3 недели. И вот сейчас пошла такая вот вторая волна атаки. Если посмотреть по карте, почему сейчас представитель, скажем так, обеих сторон заявляет о возможных окружениях? Здесь вырисовывается вот такая картинка, исходя из которой, собственно, и показывает, что вот российские силы продвинулись сюда, смогли освободить населенные пункты Любимовка, Ново-Ивановка. Вот у нас Любимовка, Ново-Ивановка, Зеленый шлях и Леонидово, тем самым продвинуться. Но почему говорят про окружение? Потому что, если посмотреть на эту карту, то в теории, конечно, российские силы смогли бы еще с севера так наступать и тем самым с двух сторон перерезать этот путь и окружить украинские войска, находящиеся, допустим, в Ольбовке. Окей, да, в принципе, такое возможно. С другой стороны, представители, скажем так, трой стороны, те, кто больше поддержит Украину, говорят, что о, здесь угрессовывается такая ситуация, как будто бы пасть дракона, вот эта вот такая, то есть, если представить, что вот здесь могут быть там условные зубы, то вот, пожалуйста, вам ситуация, когда могут окружить, наоборот, российские войска, если с двух сторон украинские войска ударят, то есть со стороны Ольговки и со стороны границы. Тогда могут попасться российские же войска, которые продвинулись здесь, на западной границе Курского Плотзарова. Поэтому я и говорю, что аудитория вот, хлеба мне не кормит, да, и повыдумывает где-нибудь окружение. Да и потом можете вспомнить, как буквально еще месяц назад, когда пошло второе принятовение украинских сил здесь, вот на новом участке местности, в районе поселка Веселое, тоже вот многие говорили, что типа вот сейчас украинские войска дойдут до Глушкова, и тем самым окружат российские войска, находящиеся вот в Глушковском районе, вот здесь вот. Потому что они будут заперты с одной стороны рекой, с другой стороны границей, а здесь наступают украинские войска, поэтому их снова окружат. Пока что, как видите, ничего подобного не случалось. То же самое я бы не торопился и с выводами по текущему контрнаступлению. Да, российские войска смотрят там продвинуться, да, в теории такая возможность есть, там, перерезать путь для украинских войск и взять их в окружение в Ольговке. Точно так же могут перерезать и российские войска, вообще с этим торопиться не стоит. Но вот некоторые продвижения российских войск, они есть. Давайте переместимся на другую часть фронта. Я хочу спросить у вас про угледар, который недавно взяли российские войска. Вот раньше, как мне кажется, ему отводилось очень большое внимание, про него много говорили, но теперь кажется, что он не так важен. Насколько велико его символическое и практическое значение, вот ведь его же захват не привел к обрушению обороны ВСУ в Донецке, в Донецкой области. Ну, опять же, мы такого и не ожидали, то есть, все как мы ожидали, все так полномерно и произошло. То есть, в принципе, нет такого города, которого вот его захвати, и это приведет к обрушению фронта где-то еще, на каком-то большом участке местности. Таким городом не является, не являлась там ни Очеречина, ни Авдеевка, Покровск таким городом не является, Константиновка таким городом не является, и Славинск, и Краматорск такими городами тоже не является. Поэтому, в принципе, угледар захватили, тем самым осложнили позиции украинских сил и их снабжения на юге Донецкой области, но к обрушению Ведени фронта это привести и не могло, в принципе. И там сейчас продолжают попытаться дальше наступать российские войска, давайте перевестимся как раз-таки по карте тот участок местности, это юг Донецкой области. Здесь российские войска сейчас переключили свое внимание в основном на территорию, которая находится к западу от Угледара, и последние дни идут разговоры про такие насильные пункты, как, допустим, Золотая Нива и район Пречистовки. Пречистовка захвачена уже довольно-таки давно, это вот к западу от Угледара, и вот сейчас идут бои, вот они пытаются продвинуться как бы еще более западные российские войска, если хотите, поселок Золотая Нива. Ну а в дальнейшем они уже пойдут, естественно, еще и на север от Угледара, дальше продвигаться в сторону Богоявленки, и последние недели-полторы они пытались продвигаться вдоль линии, которая находится вдоль реки Сухие-Елы, вот здесь находится река Сухие-Елы, она вот примерно таким вот образом идет, и пытаются атаковать поселки, которые находятся вдоль берега, там Катериновка, Антоновка и остальные. Там пока очень медленные такие продвижения, но атаки, они идут со стороны российских сил. Мы обсуждали уже на прошлой неделе то, что недостает боеприпасов, то, что их вот не хватает, и Россия, поэтому, в общем, есть с этим сложность у российских войск, и вот очередная атака на беспилотники попадают в склады оружия и на аэродромы, и, судя по всему, вот, судя по спутниковым снимкам, которые появились, показывающие последствия атаки украинских беспилотников в Адыгее, судя по всему, урон нанесен достаточно серьезный. Что удалось украинской армии там достичь, и насколько это может повлиять на ход военных действий? Ну, там и о том, что именно взорвалось, нам известно только по заявлениям, то есть мы не видели какие-нибудь фотографии обломков каких-нибудь условных, которые мы могли бы идентифицировать и сказать, что, типа, о, это обломки, допустим, такой-то крылатой ракеты, или, о, это обломки какого-нибудь там комплекса УМПК, планирующих авиабомб. Ну, хотя, конечно, такие фотографии Земли появляются довольно-таки редко, поэтому приходится довериться словам одной сторон, часть украинской стороны, которая заявляет, что на складе в Адыгее были крылатые ракеты различные, такие как Ха-31, Ха-39, они часто применяются России для ударов по украинским объектам. Там, как говорят, хранились те самые комплексы УМПК, это, грубо говоря, такие крылья, которые приделывают к авиабомбам, чтобы они превращались в планирующие авиабомбы и летели на большое расстояние. Судя по тому количеству, которое заявляется, это там несколько ракет и там десятки комплексов УМПК, возможно, вместе с самими авиабомбами тоже, серьезно это повлиять на ситуацию не должно, потому что, в принципе, обычно такое количество, это, ну, это количество, грубо говоря, там, на несколько дней. Там несколько ракет и там несколько этих авиабомб УМПК, если не сказать меньше. Поэтому большого урона, именно удар по Адыгее, большого урона не принес. Но, в принципе, это же, наверное, не единичный случай, то есть эти удары происходят довольно-таки регулярно. Я бы так называл, в Брянской области вот буквально на днях тоже подорвали склад боеприпасов, там было тоже такое незаметное, скажем так, видео, где происходит вторичная детонация. Опять же, мы на данный момент не знаем, что именно там хранилось, но, судя по спутникам и снимкам, как минимум два ангара, укрытия, они были тоже разрушены. То есть тоже какие-то боеприпасы там взорвались. Вот именно в комплексе, сам комплекс этих всех ударов, он может опосредованно немного повлиять на войну, то есть затормозить удары по украинским объектам, по украинской энергетике и прочим. В отдельности, каждый удар это очень мало, но все вместе в комплексе, это довольно-таки неприятная ситуация для воздушных сил России. Ну, а можно я уточню? Ну, вот используются беспилотники украинской стороной, соответственно, это, наверное, ну, я вот, это как раз вопрос, я предполагаю, что это не, даже если эти беспилотники не удается вернуть потом, то все равно это не такой урон для, ни финансовый, ни военный, не в военном смысле. То есть достаточно успешно, получается, ведутся эти операции, когда используются беспилотники для серьезного урона. И, наверное, вот так, правильно ли так это рассматривать? Безусловно, в этом контексте, да, безусловно. И это проблема для обеих сторон, что очень дешевыми средствами, такими как беспилотники, можно нанести очень дорогостоящий урон. Если какой-нибудь беспилотник пролетает очень вверх по складу, потому что склад-то его невозможно потушить. Если у вас склад загорелся, все, дальше вы просто ждете, когда он догорит. Никогда пожарные не едут тушить все еще горящий склад, потому что они могут попасть под взрывающиеся снаряды, поэтому просто ждут, когда он догорит. Опять же, беспилотник может пролететь по какой-нибудь дорогостоящей установке противовоздушной обороны. В случае Украины, это какой-нибудь, может быть, Патриот. В случае России, это какой-нибудь комплекс С-400, может быть. По каким-нибудь энергогенерирующим и распределяющим мощностям может беспилотник пролететь. То есть, в этом плане, да, одна из тех проблем, к которой не готова была ни одна армия в мире, в том числе американская, что появятся в массовом количестве такие супердешевые средства поражения. Потому что, в принципе, и Америка, и европейские страны, да и Россия тоже, они готовились к тем, скажем так, страшилкам, которые были им известны по Холодной войне. То есть, что будут вот такие крупные державы, у которых есть баллистические ракеты сверхскоростные, и нужно придумывать такие комплексы ПВО, которые там на большой высоте перехватывают очень быстро летящую ракету, и так ее уничтожают. А в итоге получились низколетящие, медленно летящие, там супердешевые бесплодники, которые еще очень поздно замечают любой комплекс ПВО, и поэтому непонятно, что с ними сделать. Потому что ты можешь там перехватить там 5, 10, 15 штук, а если тебе запустили их 50 штук, все равно какая-то часть из них долетит и твой объект поразит. Поэтому это серьезнейшая проблема, которая делает большой вызов для оборонной промышленности всего мира там на будущие десятилетия, я бы даже сказал. Еще один склад поразили ВСУ накануне в селе Раздольном, это склад с селитрой. Нету данных о пострадавших, ну или во всяком случае сейчас нет информации, что кто-то пострадал. Скажите, какое значение этот склад имел, только ли там селитра была по вашей информации, и может быть для наших зрителей поясните, ну то есть это селитра, которая использовалась в военных целях, или просто склад, ну, каким-то по бытовым нуждам? Ну, мы подобные удары, взрывы селитры, в ходе этого полномасштабного конфликта части, то есть с 2002 года, видели не раз, их по визуальным кадрам довольно-таки просто отличить. Если вы видите, что поднимается большой дым от горячего объекта, и он имеет такой ржеватый оттенок, вот это, скорее всего, селитра горит. И просто пока что из того, что мы наблюдаем за эти два года, это больше взрывается селитра, которая проверяется в промышленных целях, то есть она не применялась не для военных целей, просто сам склад находился на каком-то промышленном объекте, где до войны каким-то образом использовалась селитра. Обычно это происходит именно таким вот образом, и поэтому такие попадания мы увидели, взрывоподобные видели, но, конкретно, по раздольному, пока что я видел только сами текстовые заявления, то есть я не видел кадров самого удара, то есть я не видел, чтобы они публиковались. Поэтому сложно так сказать, что именно там хранилось. Может быть такое, что там одновременно хранились и боеприпасы, потому что часто такое бывает, что есть этот промышленный склад, который использовался как склад еще до полномасштабной войны, и просто там, сколько он удобен своим параметрами хранения, то начали там хранить еще и боеприпасы. Вот и поэтому ударили по боеприпасам, обзорвалась одновременно еще и селитра. Такое тоже вот бывает. Еще одна история, очень коротко, Руслан, попрошу вас ее прокомментировать. Шестеро российских дезертиров, это военные мобилизованные, которые покинули российскую армию, они сначала сбежали в Казахстан, потому что их преследовали по уголовным статьям, но недавно смогли получить французские визы и благополучно добраться до Франции. Ну, там будут просить политическое убежище, их кейсы сейчас будут рассматриваться. И вот, насколько я помню, это один из первых таких кейсов, когда именно бегущие от войны, то есть дезертиры именно получают, ну, претендуют на получение политического убежища. Большой текст об этом написали наши коллеги из русской службы BBC. И я, когда вчера его читал, обратил внимание на то, что с верификацией дезертиров стал помогать бывший российский военный Алексей Ольшанский. Ему 28 лет, из российской армии он уволился в июле 22 года. И еще будучи кадровым военным, он начал помогать конфликт-интеллиженстим. Во-первых, расскажите, что вы знаете, как вы оцениваете вот то, что произошло, действительно, получение, еще не получение, а выезд бывших российских военных дезертиров во Францию, и теперь вот это вот то, что они претендуют на получение политического убежища. Ну и расскажите нам про... Вашего коллегу. Вашего коллегу, да, который стал помогать. Алексей, он уже длительное время, достаточно длительное время является вторым публичным спикером команды SCIT, то есть он не скрывает своего лица, он уже бывал в эфирах разных площадок и комментировал различные события. И да, он на первом этапе помогал нам просто консультациями и объяснениями, как работает российская армия, особые какие-то важные нюансы, тонкости в 22 году. Потом стал нашим прямо кадровым сотрудником. И, в принципе, параллельно с этим, поскольку он был в какой-то момент в Казахстане, к нам иногда обращаются правозащитные организации с просьбой по той или иной помощи. И вот образовалась такая вот практика, что правозащитные организации, которые находились в Казахстане, регулярно обращались к нам за верификацией людей, которые якобы бегут из России от армии, бывшие военные. Ну, приходят эти правозащитные организации и говорят, типа, я вот дезертир, я бывший военный, помогите мне. И такие организации, конечно, хотели быть уверенными, что это не какой-нибудь внедренный агент шпиона ФСБ, который хочет получить такие внутренние данные, кто еще бежал и на них, на этих людей выйти каким-то образом. И мы занимаемся таким, что дебрифингом, то есть проводили разговоры с этими людьми и выявляли людей подозрительных. И дальше, грубо говоря, каким-то образом эти кейсы вели и помогали этим правозащитным организациям. Вот то, что сейчас появилась эта статья про там шесть дезертиров, которые уже выехали из территории Казахстана, это такая небольшая капля в море, до этого были еще некоторые кейсы. Это те кейсы, у которых самые надежные основания, где, видно, можно доказать, что им грозит какая-то опасность и какое-то преследование. То есть, опять же, когда получают такие люди, дезертируя защиту в Европе, это не означает, что, допустим, Европа сказала, что вот эти люди хорошие, они антивоенные. Их статус означает, что действительно из-за их поступок им грозит несправедливый суд на территории России, поэтому они получают защиту. Недостаточно просто быть антивоенным человеком, это будет недостаточное основание. Нужно иметь в виду какое-то прям конкретное преследование. И в этом плане мы таким людям стараемся помочь. Если мы замечаем, получаем доказательства того, что человек совершал военные преступления, то мы ему не помогаем. Руслан, спасибо большое, что вышли к нам в эфир и будем ждать вас завтра. В 9 часов. Спасибо, до завтра. 0,5, 0 и 0,10.